Любопытство и тяга к неизведанному всегда занимало умы авантюристов. Как можно устоять, когда остаются городские закутки и подземелья, в которых уже десятилетиями не ступала нога человека? Нижний Новгород — это не только живописные фасады, благоустроенные улицы, это реставрированные объекты, особенно актуально в год 800-летия, но и труднодоступные, заброшенные объекты, местами мрачные, но не лишенные своего шарма. С последними имеют дело диггеры, а субкультура, не избежавшая, как говорят сами представители, распада. Незначально в 90-е годы это возникло, поскольку, во-первых, как я уже говорил, стало много брошенных, ненужных, бывших секретных военных объектов. В прессе стали появляться различные публикации про различные какие-то были секретные бункеры советской армии, правительства советского, каких-то заводов, ИНИ. То есть это стало модной темой, на которой стали желтая пресса, выезжать активно. Рассвет диггерства пришелся на доинтернетную эпоху. Субкультура старая, интернет обесценил саму суть занятия. С появления масс появились и вандализм, и мародерство, и пьянство. Вместе с этим улетучилось историческое и культурное значение вылазок. Другое, более профильное название занятия – урбанистическое краеведение. Изначально диггерство имело некие налеты элитарности. То есть это была такая секретная тусовка. В основном, конечно же, люди занимались больше некими романтизированными поласками по объектам, то есть больше для удовлетворения каких-то больше эстетических потребностей. Исследователей настоящий, среди них было мало, но тем не менее они были. Интернет повлиял, естественно, не лучшим образом, поскольку на объекты стало попадать огромное количество людей абсолютно левых, которым не интересна ни эстетика, не интересна ни история, не даже просто ради фотографии. Многие экс-диггеры, любившие дело, ушли в сопутствующие профессии – исследования, туризм, история или экскурсоводство. Так и наш сопровождающий Илья Новосадов основал музей Холодной войны. Под его чутким руководством мы спустили в заброшенный бункер. Бункер был построен в 30-е и 40-е годы, еще в доатомную эпоху, и был предназначен для укрытия личного состава КГБ и размещения там аппаратуры связи. Бункер состоит из двух этажей технического помещения. Там находилась канализационно-насосная система и резервуары. На основных этажах – дизельный генератор, который обеспечивал связное оборудование и фильтр вентиляционной установки для очищения воздуха, если враг применит химическое оружие. Отсеки бункера разделялись защитно-герметическими дверьми. Большую часть металлических предметов бункера были сперены охотниками с цветными металлами. Кое-что они еще не успели тронуть, но здесь видны следы резака газового. И, видимо, скоро эти форточки тоже пойдут на вытеревизацию. Первое, но не последнее – преграды на пути. Горы мусора и разрушенный спуск, за которым следует узкий и низкий коридор. Затем, миновав единственную герметическую дверь, наша экспедиционная команда попала в основные помещения. Зрелище по-своему впечатляет. Мы находимся, можно сказать, в самом сердце бункера, на глубине 8 метров. Повсюду мусор, разруха, стены исписаны бесчисленным количеством граффити самого разного содержания, и это неудивительно. За долгую, почти 80-летнюю историю бункера, его наверняка посетило не одно поколение людей, однако мы не рекомендуем это делать, потому что посещение бункера – это все же очень травмоопасное занятие. Завалы и раскиданные повсюду обломки дополняются крайне разнообразным творчеством на стенах. Некоторые произведения, увы, показывать нельзя по соображениям цензуры. Царит атмосфера неформальных тусовок прошлого. Повсюду название музыкальных групп и символики субкультур. В 90-е годы это место не охранялось, по этой причине здесь оно было облюбовано представителями различных субкультурностей, хэдов, танков, рокеров и прочих модных тогда субкультур. Они здесь общались, устраивали какие-то небольшие концерты, возможно, выпивали, ну и, собственно, разольцовывали стены названиями любимых групп. Фаворитом у посетителей была группа Нирвана. Мы насчитали как минимум три граффити с названием. Однако посещать бункер опасно. Помимо высокой вероятности сломать какую-нибудь конечность в попытках пробраться в комнаты подземелья, повсюду плесень, бункер неоднократно затапливался, из-за этого везде стоит характерный запах и трудно дышать. Кроме того, необходима маска. Одна из опасностей бункера – яма глубиной порядка трех метров, перекрыта только несколькими досками. Вокруг подобных мест витает множество легенд и мифов. Один из наиболее реалистичных – миф радиоактивности подобных объектов. Я могу проверить, поскольку любая подобная информация может быть подтверждена только с помощью проверки. У меня есть специальный прибор – дозиметр-радиометр. И сейчас с его помощью мы попробуем, посмотрим и проверим, есть ли здесь радиация. Вооружившись дозиметром, замеряем уровень радиации. Ожидаемо все в норме. В 95-99% случаев подобные мифы – выдумка. Единственное, что может вызвать радиофон – это брошенные устройства типа измерительных шкал. Другой пласт сверхъестественного – призраки и привидения. Разумеется, никакой нечисти нам не встретилось. Однако, оставаясь наедине с заброшенным помещением бункера, жутко все-таки становится, и фантомные шаги за спиной кажутся вполне реальными. В любом пустом объекте есть огромное количество звуков. Здесь гуляет ветер, вибрируют листы металла, ослепает штукатурка, капают капли с потолка. И такой вот микс, такой набор звуков, конечно же, в обображении человека может сделать все, что угодно и придумать любой образ. Урбанистическое подземелье таит множество тайных загадок. В стремлении открыть их важно не забывать о главном – собственной безопасности. И совершать такие походы только в сопровождении опытных инструкторов-диггеров. Служба информации Никита Григорьев, Ренат Бигбаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова